В самом начале сессии депутаты подняли острые актуальные вопросы, например, касающиеся экологической обстановки в Красноярске. В итоге было принято решение в ближайшее время провести публичное слушание на эту тему с привлечением экспертов и населения Красноярска. И хоть этот вопрос был за рамками сессии, как подчеркнул председатель законодательного собранника Александр Ус на брифинге, в этом необходимо объективно разобраться. Ведь, несмотря на закрытие ряда крупных промышленных предприятий, выросло количество автомобилей. При этом есть влияние на экологическую обстановку и таких факторов, как изменение розоветров и хаотичная застройка Красноярска. Градостроительная политика никак не учитывала ту самую розу ветров, влияние высотных зданий на то, что будет происходить с акваторией Енисея, как будут перемещаться воздушные массы. Как-то незаметно, но резко увеличилось число автомобилей при бензине не самого лучшего качества. Что стало причиной загрязнения воздуха в Красноярске и главное, что делать, это и будут обсуждать эксперты на предстоящих публичных слушаниях. А так, на сессии депутаты рассмотрели около 30 вопросов, многие из них касались социальной поддержки. Например, впервые принято решение выделения 300 миллионов рублей на строительство служебного жилья в крае. Это важно для привлечения специалистов разных областей в районы. Особое внимание депутату уделили докладу министра сельского хозяйства Леонида Шорохова. Он отметил, что край полностью обеспечивает себя зерном и картофелем, но необходимо развивать животноводство. И в этой сфере запланированы инвестиции порядка 15 миллиардов рублей. Острая тема касалась продвижения местных товаров для потребителей. Один из путей предложил депутат Владимир Демидов. Из простых способов это создание рынка. Сегодня Шорохов говорил, что в каких-то городах или районах рынки созданы. Но задача сделать так, чтобы поставить это на контроль, чтобы эти рынки появились в каждом районе. Хотя бы один рынок в каждом районе. То есть у нас должно быть 62 муниципалитета, хотя бы 62 рынка. Как ответил министр сельского хозяйства, рынки развиваются, но главное создать систему закупки продовольствия у фермеров. Человек, вырастивший мясо и готовый приехать на рынок, таких единиц, которые могут своей харизмой уметь это продавать. Мы должны активно работать с фермерским хозяйством через потребительскую кооперацию. Продвижению местных товаров мешают фальсифицированные продукты питания. Как заявил Леонид Шорохов, среди молочных продуктов и сыров фальсификат достигает 60%. Председатель законодательного собрания края Александр Рус предложил быстрее создать группу товаров местного производства, которые гарантированно будут качественные и дать им полки в магазинах. А как заявил заместитель председателя законодательного собрания края Алексей Клишко, необходимо подумать о полномочиях министерства сельского хозяйства. Возможно, стоит перераспределить ответственность за торговлю от другого министерства. Логично было бы, если бы мы в одних управленческих руках собрали и сельхозпроизводство, и переработку, и продажу продуктов питания. И тогда это продовольственная безопасность. А если нет, то нет. И в этом смысле тогда появляются к вопросу, то, о чем говорил Валерий Ильич, тогда появляются и рычаги влияния на розницу и по борьбе с фальсификатом, и по продвижению местных товарищей. Далее с докладом выступил заместитель председателя правительства края Юрий Захаринский. Он рассказал о ситуации на севере края и подчеркнул, что главное это обеспечение безопасной жизнедеятельности и развития местных промыслов, таких как кореневодство и заготовка рыбы. Закончилась сессия тем, что депутаты решили в следующий раз подробно рассмотреть вопросы, касающиеся фонда капитального ремонта, чтобы объективно разобраться в ситуации, которая сейчас складывается в этой сфере. Андрей Стердым, Алексей Гусев, Алексей Овсяников, Новости.